Здравствуйте! На антенне 7 новости. В Омске подтверждено еще 108 случаев COVID-19. В России же за сутки выявлено 5057 новых случаев коронавируса, 124 летальных исхода. За 24 часа в стране полностью выздоровело 6098 человек. Всего на сегодняшний день в России 907 758 случаев коронавируса. За весь период 15 384 летальных исхода. Выздоровело 716 396 человек. Сегодняшний ливень – подарок для одних, например, пожарных, и беда для других. В редакцию «Антенны 7» обратились жители дома Кучерявинка-10. Это в Ленинском округе. Две недели назад им начали ремонтировать кровлю. Старую рабочую демонтировали и все. Стали ждать материалов. А тут дождь в квартирах. На пятом этаже воды по щиколотку. Анна Рыбина и Юрий Дорошенко съездили на место потопа. Я встаю и ноги мыть можно. И буль-буль-буль. Мне дочка звонит. Мама, как? Я тогда вот так это сняла. И вот так шлепаю. Вот так. Слышишь? Слышишь так? Намокло все, что нажито непосильным трудом. Два телевизора, диваны, кровать. За 30 лет на Кучерявинка-10 Валентина Сергеевна такого бедствия не видела. Когда начался дождь, пенсионерка готовила на кухне. Я слышу буль-буль. Ну что, и пошла. Ну я пошла. Вот оно. То есть сперва начало течь в спальне, да? Да, в спальне. Вот это самое. Потом сильно у Володи, вот в комнате той. А на кухне потом как поперла. Пустые тазики быстро закончились, а дождь, наоборот, усилился, как и водопад в квартире. Старушка принялась выливать емкости с водой, пить кроволол и прикидывать, как ей на старости лет делать ремонт. Я же не смогу вот это наклеить, что у меня давление, как голову. Вот это еще у меня этот шейный хондрост. Это бесполезно. А сами видели в ванной как и на кухне как набежала. Она все равно отвалится. Дело в том, что три недели назад в доме начался капитальный ремонт кровли. Заказчик Омска Электро. За это время рабочие успели лишь демонтировать старую крышу. От стихии жители пятого этажа отделяет полиэтиленовая пленка, заботливо натянутая подрядчиком, строительной фирмой Ярс. Ее представитель как раз заглянул к соседям. Впрочем, Валентина Сергеевна утверждает, что пленку ту давно сдула ветром. Мы знали, что сегодня будет дождь, и мы вчера до 10 часов вечера, ребята, накрывали пленкой. Как вы накрывали, тогда вот такое получилось. Как вы накрывали? Слушайте... Ну пойдем, посмотришь. Вот здесь как раз на берегу, вот понимаешь, вот она идет, вот сюда вот идет, вот все моклое. А теперь иди сюда, иди. Вот такая вот вода была. Вот это все моклое, и посмотри, вот оно, все, все, все промокло. Но мы это вам все сделаем, не переживайте, пожалуйста. Вы примите ребят, чтобы они вам помогли. Нет, не надо мне, нет, не надо. Пускать в дом чужих пенсионерка наотрез отказалась. Зря пытается переуведить старушку Ларин. Дождь обещают и сегодня, и завтра. Рабочие могут помочь с мебелью и ведрами. Пленки, хоть вот такой слой пленки будет. Это котлован, целый бассейн сверху. Она всегда водичкой найдет место, куда утечь. У соседей дождевая вода стеклась в натяжной потолок. Огромные нависшие пузыри напугали хозяйку и троих детей. К слову, в этом доме они новоселы. Взяли квартиру в ипотеку, сделали ремонт. Позвонила жена, плачет. В коридоре капает вода. Потолки не держаны, образовались пузыри. Я позвонил руководству, он меня отпустил, я приезжаю. Стал звонить старшему по дому, потому что ни объявлений не было на первом этаже. Никто, кто делает, зачем делает, почему какие-то там люди залезли. Демонтаж был 2-3 недели назад. За это время никто ничего не делал. Сейчас электричество отключили. Опасно. Детей Павел отправил жить к бабушке. А сам с соседями ждет независимого эксперта, чтобы оценить ущерб. Послушай меня, подожди. Подожди. Независимую экспертизу. Чаянин, как действует, вызывается с управляющей компанией. Пусть она не приходится, фиксирует. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Сотрудники МЧС сегодня спасли 6-летнюю девочку. Спасатели вызвали очевидца и сообщили, что в доме на улице Вострецова с внешней стороны балкона на карнизе на втором этаже пятиэтажки за стену и за решетку держится маленький ребенок. Люди никак не могли самостоятельно помочь девочке. Мною была дана команда установить трехколенную лестницу, после чего мастер пожарный Роботнев Константин в запасных способах снял девочку с балкона. Одновременно с этим были проведены мероприятия по страхованию на тот случай, если девочка сорвется с карнизом. После того, как девочку спустили, мы поместили ее в автомобиль, после чего проникли в квартиру. Там обнаружили еще троих детей. Я дождался органами опеки, полиции, после чего покинул место проведения спасательства. В социальных сетях омичи буквально кричат о помощи. То соседка тащит мусор в квартиру, то доступная среда оказывается не такой уж доступной, то ночные выбросы вновь вызывают приступы удушья. Наш ежедневный обзор постов и комментариев. Помогите! Ленинский район, улица Калинина, 12. Пожилая женщина пропадает целыми днями на мусорках и тащит все в свою квартиру. Все соседи данного многоквартирного дома вынуждены терпеть вонь, мириться с условиями антисанитарии. У нее психическое расстройство. Какие органы можно подключить? Подскажите, сил нет больше. Буквально кричит буквами в этом посте подписчик паблика ЧП Омск. И глядя на эту фотографию, первый вопрос, а как хозяйка квартиры попадает внутрь? Это же интересует и комментаторов, большинство из которых сочувствуют такому соседству. Запасливая баба. Зачислить ее в штат Магнита, на мусорке поставить бачки для раздельного сбора и пусть сортируют, не отходя от кассы. Предлагают пустить вонючие увлечения во благо подписчики. А в группе 100 самых необычных мест Омска автор этого поста сообщает, что в парке 30-летия в ЛКСМ сегодня стали демонтировать популярный когда-то аттракцион. Судя по фотографии, речь идет о подобии американских горок. Популярный? На нем максимум 5 раз в день катались. 15 секунд 350 рублей. Вообще никак. Если бы было 15 секунд 200-150, то они бы количеством прибыль почувствовали. Так им и надо. Злорадствуют в комментариях. Да, у кого-то утро начинается не с кофе. Десятилетие и Богдана Хмельницкого, перекресток. Скорая. Действительно, сегодня утром на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого произошло ДТП с участием скорой помощи. Машина от удара перевернулась. Надеюсь, что с медиками все нормально. Им и так нехило достается. Комментирует поста МИЧИ. Известно, что в момент аварии в машине находилась беременная. В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивают как удовлетворительное. Угрозы для ребенка нет. В момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками. В группе «Аварийный Омск» жалуются на пандус. Врачебно-физкультурный диспансер. Пандус для инвалидов. Не то, что для инвалидов. С таким пандусом инвалидом можно стать. Вот она, доступная среда, господа чиновники. Вопрос на копейку. Негодует автор этой фотографии. А вот в комментариях сплошь сарказм. Шероховатость, чтобы не заносило на повороте. О вас думают, согревают и окутывают своей любовью. Ну и напоследок о выбросах. Час ночи. Водники. Опять воняло газом и тухлятиной. На фото все видно, откуда вонь стелется. Постит фотографии подписчи группы «Омсклайф». Мы сегодня с ребенком проснулись от жуткого першения в горле с кашлем. Но это уже ни в какие рамки. Ни одного такого года не помню, как этот по выбросам. Поддерживают в комментариях. На фото видно. А наши власти все никак понять не могут, откуда выбросы идут. Обращают внимание подписчики. При этом почему-то и сами не называют конкретное место, откуда же идут выбросы и каким предприятиям принадлежат трубы на этих снимках. Продолжаем читать посты и комментарии об Омске. Авангард выиграл первый контрольный матч межсезонья. Ястребы на арене в Балашихе взяли верх над столичным «Динамо». Обе команды выставили на матч экспериментальные составы и заранее договорились сыграть три периода и полный овертайм. Выбор оказался правильным. Хоккеисты раскатились по ходу матча. Сначала вперед вышли «Динамовцы». В середине поединка москвичи вели с перевесом в три шайбы. Но ястребы сумели круто повернуть ход игры. Арсений Грицюк, Максим Мизюрин и Максим Чудинов восстановили равенство в счете. «Динамо» ответила голом на исходе основного времени. А пятиминутный овертайм прошел с преимуществом «Авангарда». Александр Хохлачев и Сергей Толчинский дважды поразили ворота столичной команды. «Авангард» победил со счетом 5-4. Итоги поединка подвел главный тренер ястребов Боб Хартли. «Вы знаете, я никогда не тренирую команды для того, чтобы они одерживали победы в товарищеских матчах. То есть в товарищеских матчах здесь победа не первостепенна. И они нужны для того, чтобы люди могли посмотреть. По интернету болельщики могли посмотреть на свою команду, а мы при этом оценить каждого, кто есть у нас в составе. Сегодня мы выпускали все четыре звена, мы играли всеми молодыми ребятами. У нас много новичков, в том числе и на синей линии много новеньких. Поэтому нам нужно было посмотреть и понять, чего стоит каждый. Если говорить о нападении, думаю, что сегодня мы достаточно много хороших моментов показали. В обороне есть нюансы, которые нужно еще подтянуть и почистить что-то. Но и будем над этим работать». «Авангард» и «Динамо» сыграют еще один матч в субботу. Возможно, проведут между собой обмен. По сообщениям столичной прессы, в «Динамо» перейдет Сергей Шумаков, а в «Авангард» 25-летний форвард Владимир Брюквин. Подоплека такого неожиданного варианта явно не на поверхности. В минувшем сезоне Шумаков провел суммарно 64 матча и набрал 48 очков. У Брюквина 14 баллов в 59 играх. Вероятно, есть какие-то внутренние причины или ветер дует из океана. Это только гипотезы. Будет ли официальная информация, узнаем в ближайшее время. Готовься они летом. Омские спортивные комплексы готовятся вернуться к привычному ритму работы и с пользой используют возникшую физкульт-паузу. В ледовой арене имени Леонида Киселева обновили оборудование. Слово Владимиру Истомину. Новые хоккейные борта и защитные стекла, гладкий искрящийся лед, свежая разметка. По словам Сергея Захарова, руководителя хозяйственного отдела спортивной школы имени Александра Кожевникова, за несколько месяцев проделана большая работа. Все началось с определения главной насущной темы. Перевести арену на современные стандарты для проведения хоккейных соревнований российского и международного уровня. Основные усилия сосредоточили на ключевой проблеме – замене устаревших бортов. Реконструкцию поддержала мэрия Омска. Было закуплено, а затем качественно смонтировано новое оборудование. Новые борта, они профессиональные и, соответственно, те виды спорта, такие как хоккей-шайбы, они подвержены травмоопасности. Это снизит именно то количество травм, которые люди, в том числе дети, взрослые ветераны хоккея, могут здесь получить. Все здесь именно направлено на то, чтобы сохранить здоровье и улучшить качество ледового поля. Новое качество бортов смогут оценить и фигуристы, шорт-трекисты, конькобежцы. Сегодня в ледовой арене имени Леонида Киселева тренируются и проводят соревнования представители разных видов спорта. А вот поклонников керлинга и массового катания всегда больше волнует тема качества льда и разметка площадки. Параллельно решены и эти моменты. Для устранения неполадок в холодильной системе было выполнено полное размораживание льда, проведена теплоизоляция труб, тестирование и ремонт электрооборудования. Мы произвели за это время профилактику всего электрооборудования, компрессоров, вентиляции, насосов, завес. Все произвели профилактику. Сейчас вроде все работает в режиме. В результате добротное финское оборудование, поставленное еще на момент открытия арены в 1999 году, обрело вторую жизнь. Залит ровный качественный лед, нанесена новая разметка, арена замерла в ожидании. Будем ждать высоких скоростей и техничной борьбы у бортов. Уже ясно, что первыми обновленный лед попробуют юные хоккеисты, воспитанники спортивной школы имени Александра Кожевникова. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, антенна 7. Иртыш забил гол, но вновь проиграл. В Домодедово мячи сразились с московским клубом Чертаново. У наших футболистов не заладилось начало матча. Уже на 17-й минуте Иртыш остался в десятером. А столичная команда быстро дала понять, что спокойно пережила уход ведущих игроков и главного тренера. Чертаново сохранило свой игровой стиль и хорошую обойму способных молодых и даже юных футболистов. Москвичи использовали численное преимущество. На 23-й минуте Илья Малтининов открыл счет в матче. А в середине второго тайма отличился самый талантливый юниор российского футбола Сергей Пеняев. 15-летний Вундеркинд забил свой первый гол в ФНЛ. Чертаново повело с перевесом в два мяча и с этого момента игра выровнялась. Иртыш провел несколько замен. Они сработали. Молодой полузащитник нашей команды Евгений Кузнецов сократил разрыв в счете, но спасти матч не удалось. Иртыш уступил 1-2. Такого развития событий не пожелаешь врагу. На второй матч удаляемся. И очень сложно было играть, понятно. Я благодарен ребятам за характер, за второй тайм, за то, что они до конца играли, сражались. Сделаем выводы. Будем готовиться к следующей игре. Следующий матч Иртыш проведет на выезде. 16 августа мячи сразятся с Томью. Это будет битва. Обе команды неудачно стартовали в нынешнем чемпионате и пока не набрали очков. Поединок будет транслироваться. Начало игры в 16 часов по омскому времени. По историческому месту приглашает прогуляться Анна Рыбина и ее ГИД-55. Дом Пичокоса стал главным героем программы. Ну а мы встретимся в следующих выпусках новостей. Каждый старинный особняк имеет свою судьбу. Взять хотя бы дом Пичокоса на Орджоникидзе-14. Больше века он возвышается в центре Омска. Но мало кто знает, что это серое строение с эркером не просто архитектурный шедевр, а еще и немой свидетель охоты НКВД за золотом семьи Романовых, которое было здесь спрятано. Дом на углу Тобольской и Надеждинской улиц, ныне Орджоникидзе и Чапаева, был построен в 1911 году братьями Пичокос, Константином и Александром. На строительство они не поскупились. Дом в модном тогда стиле модерн предназначался для акционерного общества кузнецких каменоугольных копий. Впрочем, здесь была не только контора, но и доходный дом с наемным жильем, плюс квартиры самих хозяев. Кое-где сохранилась облицовка, оригинальные рамы, вот эти двери и главный декоративный элемент фасада, керамическое панно с изображением погрузки угля на речное судно. Обратите внимание вот на ту черную надпись. Если приглядеться, можно прочитать. Каменный уголь. Это пример первой в Омске наружной рекламы. Но знаменит дом своей детективной историей. А началось все в 1917 году, когда Николай II отрекся от престола и был сослан с семьей в Тобольск. Новая власть милосево разрешила царю захватить с собой фамильные драгоценности. Его жена, императрица Александра Федоровна, почувствовала неладное и решила передать сокровища в надежные руки. А именно начальнику царской охраны, полковнику Кобылинскому. А тот, в свою очередь, передал их Константину Печокосу. В 30-х годах чекисты допрашивали Константина и его жену, но те не выдали тайны. Во время обыска Константин даже пытался покончить с собой. Выпрыгнул из окна последнего этажа. Сильно искалечился, но остался жив. А клад так и не нашли. Некоторые историки до сих пор считают, что клад где-то здесь. После смерти Константина Печокоса дом был передан сельскохозяйственному университету. Позднее в нем расположилось общежитие. Сейчас зданию предстоит долгожданный ремонт. Перед строителями стоит задача, во-первых, сохранить памятник модернистской архитектуры, во-вторых, приспособить его для проживания. После ремонта сюда вновь вернутся студенты-медики. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Расторжение брака. Алиментное обязательство. Установление отцовства. Лишение родительских прав. Раздел имущества. Сложный юридический вопрос. Мы знаем ответ. Юридический центр «Сиберия». Телефон 33 99 44. Редактор субтитров А.Семкин